Доброе субботнее утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня мы поговорим о красоте и здоровье, которой зачастую мы привыкли доверять в руки косметологов. Кстати, 7 апреля представители этой сферы отмечают свой профессиональный праздник. И сегодня у нас в студии присутствует врач-дерматолог-косметолог Залина Куджева. Доброе утро, Залина! Доброе. Рада приветствовать тебя сегодня у нас в студии. Залина, прежде чем мы с тобой поговорим о такой сфере, как косметология, это очень востребованное понятие, которое вошло крепко в нашу жизнь, хотелось бы наших телезрителей немного познакомить с тобой. Давай им расскажем, как так получилось, что ты выбрала именно это направление. Ты человек с медицинским образованием, а медики учатся не один год. Мы все привыкли, что это очень длительный такой процесс. И как же так получилось, что ты выбрала именно косметологию и стала дерматологом? Ну, все банально, наверное, будет звучать. Я с подросткового возраста столкнусь с такой проблемой, как акне. Лечилась самостоятельно, то есть безуспешно. На протяжении всей моей учебы, получается, в университете в Ставрополе, я пыталась вылечить самостоятельно, не обращалась к дерматологам, косметологам. Но все, как говорится, безуспешно. И вот к концу шестого курса я поняла, что я хочу в первую очередь вылечить себя, а затем уже помогать людям. Так я и поступила в ординатуру дерматодвенерологии и косметологии. Сразу скажу, глядя на тебя, никогда в жизни не подумаешь, что ты страдала акне, честное слово. Акне было легкой степенью, но, несмотря на это, доставляло мне дискомфорт, эта неуверенность в себе. То есть постоянные вопросы, а что это у тебя на носу прыщ, а почему ты не лечишься, какие-то проблемы, и вот так вот. То есть это раздражало немножко, обижало. Я правильно понимаю, что у тебя, как у врача, миссия именно как раз-таки делать качество жизни людей лучше? Да, да, все верно. Зачастую многие люди к косметологии относятся достаточно несерьезно, считая, что это какие-то веяния моды. Но я думаю, что ты точно знаешь, что профессионализм в косметологии требует больших вложений в знания, время, опыт. Вот расскажи, пожалуйста, как ты следишь за трендами, скажем так, и совершенствуешь свои знания? Ну, смотрите, я окончила медицинский университет, затем я обучалась в ординаторе два года, и дальше я прошла профессиональную переподготовку по косметологии. И до сих пор я постоянно обучаюсь, несмотря на то, что я сейчас частично в декретном отпуске, я покупаю различные онлайн-курсы, вебинары, слежу за тенденциями в мире косметологии, за новыми методами решения различных проблем косметических, и то есть я не стою на месте. Я постоянно слежу за новой информацией. Это здорово. Вот сразу вопрос такой возникает. Как правильно выбрать себе косметолога? Вот скажи, пожалуйста, человек, который решил все-таки обратиться, на что ему стоит обратить внимание при выборе специалиста? Наверное, сперва самое важное – это медицинское образование, высшее медицинское образование. Далее это уже нужно будет пойти на консультацию. В ходе разговора уже человек понимает, это твой специалист или нет. То есть даже на этом этапе можно определить. Это очень важно, потому что как и врачу, так и пациенту нужно найти контакт. Далее уже приглашаем на процедуру. То есть пациент смотрит на какую-то такую, можно на пилинг, на чистку, менее инвазивную, чтобы пациент оценил работу специалиста, чтобы дальше уже обращаться по более важным таким проблемам. Постоянно, каждый год появляются какие-то новые процедуры, новые препараты. Вот как в этом не потеряться, скажем так, и правильно подобрать, может быть, себе процедуры человеку? Ну, смотрите, подбирает процедуры специалист. То есть врач-косметолог, не пациент, потому что зачастую пациенты не знают, не понимают, что им нужно. Когда они обращаются на консультацию, специалист уже смотрит на пациента и видит, что ему нужно, а что не нужно. Когда обращаются лично ко мне, я очень часто отказываю в процедурах, потому что я вижу, что человеку, например, данная процедура не нужна. Я лишний раз не буду проводить какие-то ненужные процедуры. Если говорить о перспективах развития косметологии, как ты думаешь, на 100% прочно она вошла в нашу жизнь? Будем мы дальше повально увлекаться косметологией? Я думаю, что да, всё-таки красота, здоровье играют очень важную роль, потому что все мы любим смотреть в зеркало, улыбаться себе, само себе, потому что нам нравится наше отражение. Есть ли какие-то недочёты, мы можем их легко исправить. То есть, обратившись к косметологу в рамках возможностей, то есть косметология, у неё нет таких максимальных ресурсов, которые могут кардинально изменить внешность. Мы можем только слегка подчеркнуть, улучшить, исправить какие-то возрастные изменения, и всё. То есть, если какие-то кардинальные изменения нужны, это уже обращаемся к пластическому хирургу, да. А как ты считаешь, есть ли какая-то взаимосвязь между увлечением косметологии, я сейчас говорю о людях, которые, ну, может быть, в какой-то степени даже зависимы от некоторых процедур, да. Вот есть ли какая-то связь между вот этим увлечением косметологии и каким-то психологическим состоянием? И есть ли такое, что вот люди помешаны некоторые, да, там за это? Да, есть такое, потому что в запрещенной соцсети очень часто блогеры, так называемые, выставляют какие-то отрывки из жизни, что они обратились к косметологу, сделали какую-то процедуру, и девочки, которые очень часто, не думая, обращаются также к косметологам, выполняют такую же процедуру. И неважно, для них это необходимая для них была процедура или нет. Повторюсь, каждый год косметология радует нас какими-то новыми открытиями, новыми препаратами, да, и есть своеобразная мода, скажем так, в косметологии, это и пышные губы, может быть, там, скулы, как у Анжелины Джоли, да. А что сейчас находится в тренде, скажем так, и чем, ну, не знаю, косметологи привлекают своих пациентов? Сейчас в тренде сияющая кожа, то есть это не жирный блеск, а вот здоровая сияющая кожа очень в тренде. Очень часто обращаются девушки именно за этим эффектом, то есть это в плане пациентов, что для них важно. А в плане косметологии сейчас уклон идет на аппаратную косметологию, то есть постепенно мы отходим от инъекции, то есть мы уменьшаем количество инъекционных процедур в пользу аппаратной косметологии. Можно ли добиться результата чисто косметологическими процедурами, не влияя на внутренние какие-то, да, ну, параметры организма, если не заниматься лечением изнутри? Можно ли вот просто там инъекциями или аппаратной той же косметологии? Я поняла вопрос. К сожалению, если какой-то в организме сбой, нам нужно сперва вылечить организм, восполнить дефициты, и только после этого мы можем наружно поработать с кожей. То есть без, когда имеется внутренний диспаланс в организме, это проявляет у нас все на коже. Поэтому мы решаем сперва внутреннюю проблему, потом прибегаем к внешней проблеме. Я работаю со всеми, то есть со всеми заболеваниями кожи, ногтей и волос. Просто я выбрала такое направление, меня пациент узнает, что, то есть по сарафанному радио уже пошло, что я лечу. Хорошо у меня получается именно вылечить кожу от акне, и поэтому больше работаю с акне. Но я также работаю с другими заболеваниями. Ты как специалиста наверняка ждешь вот результата, и результат тебя всегда должен как-то вдохновлять и восхищать, да, отзывы пациентов. Да. Вот как, может быть, качество жизни меняется людей после того, как, может, они избавляются от вот такого... Больше всего в своей работе мне нравится то, что я получаю много отзывов хороших. Я вижу, как пациенты радуются достигнутому результату, как они мне благодарны. То есть больше такая эмоциональная подпитка, отдача от пациентов, она меня мотивирует дальше работать. Даже не материальные блага, которые я получаю, а именно вот эмоции, которые я получаю от пациентов своих. Это меня вот мотивирует сильно. Целина, ну вот кожа, это как орган, это не как, это орган человеческий, да, вот мы привыкли сердце полечить, почки, да, а кожа ведь, по сути, это самый большой орган, да, вот человека. Требует ли каждый, ну, скажем так, вот этот орган на человеке индивидуального подхода? Или всегда стандартные какие-то вот протоколы лечения? Нет, по стандартам мы не работаем. Есть какие-то определенные стандарты, но мы их подстраиваем под каждого человека, потому что мы все разные. Это у каждого человека имеются индивидуальные особенности. Мы, получается, подстраиваем все эти стандарты под конкретного человека, пациента. И такой момент интересно было бы услышать мнение специалиста. Как ты считаешь, как вот не стать жертвой косметологии? Ну, все мы видели в интернете, да, картинки, фотографии людей, ну, которые, ну, не знаю, чересчур были увлечены инъекционными процедурами, еще какими-то, пластическими в том числе, да. Вот как не стать жертвой? Во всем должна быть мера определенная. То есть не прибегать к косметологии в плане того, что делать все подряд, что нужно и что не нужно, а вот делать те процедуры, которые назначает врач-косметолог, это косметолог, только необходимые, лишнее не нужно. То есть это никогда не украшает человека, а только, наоборот, делает хуже. То есть во всем должна быть своя мера. Ну, девушки зачастую все-таки, женщины, обращаются к косметологам с целью как-то сохранить свою молодость, да, и, может быть, из-за боязни постареть. Вот считаешь ли ты, что косметология, она помогает так же стареть, но красиво? Все равно же мы все старимся, хоть сколько ты не обращайся к косметологам, правильно? Косметология помогает нам продлить свою молодость. То есть мы возрастные изменения притормаживаем, так скажем, путем домашнего ухода, косметологических процедур. То есть мы немножко замедляем этот процесс. Но в целом все мы постепенно все равно состаримся когда-то в возрасте. То есть мы просто немножко помогаем себе как можно дольше сохранить свою молодость. А как ты думаешь, когда-нибудь косметологи, дерматологи, ученые смогут ли изобрести эликсир молодости вечно? Сложный вопрос, но я думаю, что все-таки это невозможно. То есть у нас все равно определенный цикл жизни. Мы не можем... Ресурсы есть. У каждого человека свой срок жизни. А можно ли сказать о том, что процедуры косметологические, они разделены на определенные, скажем так, этапы жизни? То, что актуально для 20-летнего, допустим, не будет актуально для того, кому 50, скажем так. Да, все верно. Есть процедуры, которые мы рекомендуем всем, то есть они необходимы всем. Такие, как, например, легкие пилинги или чистка лица. Есть процедуры, которые мы рекомендуем в более возрастной категории женщин, пациентов. Это, например, RF-лифтинг, SMAS-лифтинг, которых не нуждаются пациенты более молодого возраста. Кстати, наверное, самый популярный вопрос, со скольки лет нужно обращаться к косметологам? Я считаю, что нужно обращаться к косметологу, когда есть какая-то необходимость. Может быть, что женщине 40-50 лет, то есть ее все устраивает, нет никаких проблем. Ни проблемной кожи, ни расширенных пор, ни купероза, ни розации. То есть ее ничего не беспокоит, и ее все устраивает. В этом случае, вот когда она заходит, тогда и пускай обращается. А есть, когда пациентов даже в 14-15 лет беспокоят что-то с кожей, я рекомендую обращаться уже с 14 лет, то есть если есть необходимость в этом. Конечно же, я не могу не спросить у косметолога, какие процедуры необходимо делать весной. Вот сейчас, что бы ты порекомендовала топ-5 процедур для кожи? Ну, самое первое, что я могу порекомендовать, это увлажнение, качественное увлажнение кожи. Это биоритализация. Дальше могу порекомендовать, это всесезонный легкий пилинг, необходим также всем. И чистка лица. Плюс еще это ботулинотерапия, то есть мы избавляемся от мимических морщин, а также от повышенного потоотделения, что как раз сейчас необходимо. Сохранение молодости и красоты – это комплексный процесс, включающий как косметологические услуги, так и, конечно же, домашний уход. Я думаю, что ты как специалист это подтвердишь. Вот скажи, пожалуйста, как нужно дома ухаживать за кожей? В домашний уход входит три основных этапа. Это очищение кожи, увлажнение кожи и сейчас очень активное солнце, поэтому нужен солнцезащитный фактор. Очищение кожи состоит из двух этапов – это демакияж при использовании декоративной косметики и самоочищение. Второй этап – это увлажнение кожи. И третий этап, как я уже сказала, солнцезащитный крем используем с обязательным SPF 50+, чтобы на упаковке была такая аббревиатура UVA и UVB, то есть это тип лучей, от которых защищают данные средства. Все остальные препараты – сыворотки, кремушки, маски – это уже как дополнительный уход. То есть это не входит в основные этапы. Это можно подобрать по проблеме и уже использовать в качестве дополнения. Залин, спасибо тебе большое за интересную беседу. Я считаю, что те, кто сегодня посмотрел нашу программу, открыли что-то новое для себя и, может быть, задумались о том, чтобы обратиться к косметологу. В твоем лице мне хотелось бы поздравить всех представителей этой прекрасной профессии с профессиональным праздником, пожелать вам успехов и чтобы вас окружали только красивые и здоровые люди. Спасибо вам за то, что вы делаете нас счастливыми. Спасибо вам за приглашение. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю хороших выходных и до новых встреч.